Тагуардиан, Великобритания, китайские пограничники устанавливают на телефоны туристов секретное приложение для слежки. Хилари Асборн, Сэм Катлер, Тагуардиан, Великобритания. 4 июля 2019 года. По информации Гардиан, китайская пограничная служба тайно устанавливает на телефоны приезжающих в страну туристов приложение для осуществления наблюдений и скачивает личную информацию зарубежных гостей. Данные шаги китайские пограничники предпринимают в рамках активной слежки, которая ведется в Сенцзяно-Игурском автономном районе, где китайские власти ограничивают свободу местного мусульманского населения. В Сенцзяно-Игурском автономном районе китайские власти ограничивают свободу местного мусульманского населения, что выразилось в установке на улицах и в мечетях видеокамеры с системой распознавания лиц. Как сообщается, жители заставляют устанавливать в телефонах программное обеспечение, которое осуществляет просмотр информации. По данным расследования, проведенного журналистами «Гардиан» и ее зарубежными партнерами, объектами слежки становятся и туристы, приезжающие на территорию этого района из соседней Киргизии. Пограничники забирают у них телефоны и тайно устанавливают приложение, которое считывает переписку, текстовые сообщения и список контактов, а также информацию о самом телефоне. По словам туристов, власти не предупреждали их заранее и не говорили им о том, какую информацию ищет это приложение и о том, что введут сбор их личной информации. В рамках расследования с участием партнеров, включая журналистов изданий «Зюддочит» сайт «Унка Нью-Йорк Таймс», выяснилось, что у людей, которые приезжают в страну через удаленный контрольно-пропускной пункт «Эркештам», пограничники проверяют телефоны постоянно. По словам представителя правозащитной организации Privacy International, Privacy International, Эдина Амановича, Един Аманович, результаты расследования вызывают крайнюю тревогу в стране, где из-за загрузки не того приложения или не той новостной статьи можно оказаться в лагере для заключенных. Результаты анализа, проведенного журналистами Guardian, учеными и экспертами по кибербезопасности, указывают на то, что приложение, разработанное китайской компанией, позволяет просматривать информацию на телефонах с операционной системой Android. Android, на наличие контента, входящего в огромный список материалов, которые власти считают нежелательными. К такому контенту относятся различные материалы, связанные с исламистским экстремизмом, включая англоязычный онлайн-журнал Inspire, Inspire, выпускаемый Аль-Каидой, террористической организацией, запрещенной в РФ, примечания редакторов, на Аравийском полуострове, и различные руководства по обращению с оружием. Однако шпионское приложение также ищет информацию из некоторых других областей, от поста в месяц Ромаден до книг Далай-Ламы и музыки японской грайн-кор группы Анхоли Греев, Унолы Грави. Еще одним файлом в списке нежелательного контента является книга руководства, об умениях и навыках, которые необходимы в конфликтных ситуациях, американского писателя Роберта Грина, Роберт Грейни, под названием «33 стратегии войны» и «33 стратегии сафуарь». По данным китайских властей, Синцзян ежегодно посещает около 100 миллионов туристов, как китайских, так и зарубежных, и большинство из них приезжают из других регионов страны. КПП в Иркештаме находится в самой западной точке границы Китая и используется торговцами и туристами, некоторые из которых едут по историческому шелковому пути. Пересечение границы проходит в несколько этапов, и на одном из них от людей требуют разблокировать свои телефоны и передать свои телефоны и другие устройства, такие как камеры, пограничникам. Затем устройства относят в отдельный кабинет и через некоторое время возвращают. Для считывания информации айфоны подключают к специальному сканирующему устройству, а на андроид телефоны для этого устанавливают приложения. Похоже, что в большинстве случаев перед тем, как вернут телефон владельцу, приложение удаляют, но некоторые туристы обнаружили приложение на своем телефоне после перехода границы. Куда поступает вся извлеченная информация и как долго она хранится, неизвестно. Приложение по умолчанию обозначается значком андроид со словами «фэнсай», что на английский язык приблизительно переводится как «пчелы, собирающие мед». Журналисты Guardian побеседовали с туристом, который пересек границу в Синцзян в этом году с телефоном андроид и был возмущен тем, что на его телефоне установлено это приложение. Он сказал, что на контрольно-пропускном пункте его попросили отдать свой телефон, и его отнесли в другую комнату. Его и всех остальных людей на этом КПП также попросили сообщить пограничникам пин-коды, и телефоны им вернули примерно через час. Что делали с их телефонами, им не сказали. В международном турагентстве и в турбюро в Киргизии ему сообщили, что на границе с его телефоном будет кое-что происходить. Мы думали, что речь идет о ГПС-трекере, сказал он. В турфирме, были абсолютно уверены, что нам его установят. Когда ему вернули телефон, он его проверил и сразу же обнаружил это приложение. Примерно в двух часах езды был еще один КПП, и я думал, что, наверное, они скачали информацию, и пока мы едем, все их аналитики будут ее проверять. А потом, когда люди доберутся до следующего пункта, они, наверное, отправят их обратно. По словам этого туриста, пока он был в поездке и когда уезжал из Китая, его ни разу не просили сдать свой телефон на проверку. Он сказал, что его не беспокоило то, что у него при себе телефон с приложением, поскольку в этом районе почти везде велось открытое наблюдение. Он добавил, мне это не нравится. Если бы это делали у меня в стране, я был бы в ужасе. Но когда едешь в Китай, знаешь, что такое может случиться? Как подтвердили журналисты Гордиан и партнеры газеты, во всех случаях приложение устанавливалось на телефоны с операционной системой Android. Но, по словам туристов, таможенная служба забирала на проверку и айфоны. Аманович сказал, это еще один пример того, почему наблюдение в Синцзян и Гурском автономном районе является одним из самых незаконных, тотальных и драконовских во всем мире. Современные системы извлечения информации используют это и создают подробную, но ошибочную картину о жизни людей. Современные приложения, платформы и устройства выдают огромные объемы данных, о которых люди, вероятно, даже не знают или считают, что они их удалили, но которые все равно можно найти на устройстве. Майуан, Майуанг, старший научный сотрудник китайского отделения правозащитной организации Human Rights Watch, Human Rights Watch, сказала, мы уже знаем, что за жителями Синцзяна, особенно тюркскими мусульманами, в этом районе ведется круглосуточное и многостороннее наблюдение. То, что вы обнаружили, выходит за рамки этого. Это говорит о том, что такое массовое и незаконное наблюдение ведется даже за иностранцами. Об использовании приложения стало известно после того, как туристы принесли свои телефоны журналистам в Германии. Результаты анализа этого приложения, проведенного журналистами Guardian, Züttdeutsche Zeitung, Рурского университета в Бохуме и немецкой компании Churie 53, работающей в сфере кибербезопасности, свидетельствует о том, что оно было разработано для загрузки информации, такой как электронная переписка, на сервер пограничной службы. Журналисты обратились за комментариями к китайским властям, но к моменту публикации статьи и ответа не получили. Ранее китайские власти оправдывали свою слежку за гражданами в Синцзяне с использованием высокотехнологичных средств, заявляя, что она позволяет повысить безопасность в автономном районе. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.